это новый день и мы сегодня как будто олицетворяем дни недели яна у нас черная пятница я чистый четверг а ваня среда ну вот такая знаете морозная немного противная слякотная 2 зимы 2 декабря всем привет дорогие друзья в эфире программа новый день своим ведущий ян попова евгений зимники иван камельков вот так вот мы начинаем странно же не представляет декабрь сляко ты ваня очень даже такое уютное воскресенье вязать кто-то не защищает уютное воскресенье программу новый день и сегодня 2 декабря отмечается день банковского работника между прочим да мы вот в таком втроем составе ваня уютные я энергичный а я надушная кстати мы сегодня сделали интересную подборку фактов из жизни банковских работников и жене сейчас первый зачитай сначала давайте посмотрим в сторону германии ограбление рейхсбанка это центральный банк германской империи в 1945 году состоялось это ограбление и оно считается самым крупным она даже внесено в книгу рекордов гиннеса только вдумайтесь в тот момент вынесли 3,34 миллиарда долларов это на деньги 1984 года то есть если брать на 2020 это сколько в 5 раз больше в общем много миллиардов вынесли из германской империи нехило германия сорок пятом году короче выхватила ну воздалось как говорится перенесемся немножко в италию банк италии кредита эмилиано выдает кредит принимая в залог сыр но не простой сыр а сыр пармезан как известно с каждым годом это этот сыр он становится вкуснее и дороже вот в этом банке специально оборудованная комната где за сыром ухаживают ежедневно переворачивая переворачивая его и сдувая пыль вот но это наверно такой может быть маркетинговый ход для этого банка потому что эту историю знает теперь весь мир не только жители италии самое интересное не больше одного процента они получают от вот такого вида своих банковских услуг я представляю какой там запахан следующее название я наверно не вышепчу но тоже в италии старейший банк monte dei pacchi di siena наверное так неплохо существующие по сей день основа наш 1472 году ему принадлежат произведение искусства художников 14-19 веков представляете в банке тоже интересно тоже получается дорожает и дорожает кстати вот вы упомянули слово ипотека и знаете у меня тоже есть интересный факт в древней греции в начале 6 века до нашей эры появился этот термин ипотека столбы с надписями устанавливаемые на землях в залогах то есть получается у меня могли сейчас в квартире где-нибудь посередине стол поставить поставить писать ипотека первый банкомат был установлен в 1967 году в британском банке яна отвечает на за слова английского произношения барклейс он производит выдачу он производил выдачу денег в размере 10 фунтов в обмен на специальный чек приобретенный в банке ребята вы давно были в банкомате в банкомате ну вот у банкома просто я давным давно не снимал деньги в банкомате нет недавно вот буквально недавно просто мне кажется все ушло настолько в онлайн а зачем идти в банкомат получается так иногда даже наличка нужна очень сильно а мне же зарплату не платят вообще когда только появились банкоматы я читала что люди приводили множество примеров и своих догадок диспетчера по телефону они не понимали как работают банкоматы и я читала историю сбавно мужчина звонит банковскому работнику игры девушка когда ваш кассир в этом ящике мне выдаст день она не реагирует термин долговая яма возник оказывается в исторические времена аж речь шла о тюрьмах в которые заключали не плательщиков по кредитам вот как тоже интересно кстати а еще в древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа все дело в том что решение о выдаче займа принималась исходя из того как выглядит заемщик но мы продолжаем и далее познакомим вас с тем что будет в ближайшие полчаса это конечно же так как у нас среда рубрика живая среда жанна чистого и очередной интересный питомец его хозяин также мы с вами сыграем в new day games и ребята попробуют себя где-то во вселенной марвел а перед тем как мы перейдем к нашей первой рубрике у нас есть любимое приложение одно из любимых градиент и вот новая функция загружаешь свою фотографию а пишешь дату рождения и это приложение тебе выдает с кем из знаменитых людей в один день ты родился взглянем на экраны первые иван камельков у нас на в этот день также родились 50 ваню это у нас 11 марта родился вот только люди отгуляют обычно 8 марта они уже идут поздравлять вана и в этот день родились 52 процента бизнесменов то есть вани в принципе предначертано удачная бизнес карьера также 26 процентов спортсменов 14 по процентов исследователей и ученых 8 процентов и ноль процентов политиков где политики тогда выходить из известных людей тех людей кто родился также 11 марта это баскетболист энтони дэвис это медиа магнат ваня медиа до руперта мёрдок и футболист где дракба из представленного я не знаю руперта мёрдока я знаю дед ухо дракба хорошо так давайте посмотрим дальше я в этот день вместе со мной родились ученые 48 процентов путешественники музыканты и бизнесмены 10 процентов явно туда мне соваться не стоит если быть ученым то как думаете вот в какую сферу лучше мне пойти медиа журналистика это относится кто-то нет спасибо ваня я вижу каким-то биологом нет биолог селекционер мистер хайзенберг селекционер селекционер биолог я прям вижу как он эти тычинки пестики там и выводит 7 ноября вместе со мной родились дэвид гетто путешественник джеймс кук все мы помним его благодаря тому что песни есть легендарные кука как аборигены съели кука и ученая мария кюри известная женщина ученый в области химии физики на нобелевский лауреат про них фильм сейчас идет в кинотеатрах очень странно что ты говоришь как вы понимаете что если бы не было фильма в кинотеатрах я нам бы так много не знала про марии но мы дальше идем этих людей всех на молодец покажи я на кто у нас я на у нас я на гонщик вы увидели как тут у нас я на гоняет персонал когда видеооператоры за камерами отвлекаются и начинают лазить где-то в гаджетах актеры я на актер смотри-ка известная активист профессия активист все будет политики немножко но и вместе с яной родились в этот день гонщик михаэль шумахер актер мэл гибсон и активистка грета тумберг вы знаете что мне больше всех смущает что у них у всех не очень-то судьба почему а чё с гретой не то но она про нее же пишут что она немного странная в плане того что у тебя тоже так говорят и ничего нет ну что у нее со здоровьем не все в порядке а вот протяга только про голову а михаэль шумахер он вышел из комы шумахер да он вышел из комы и по крайней мере читал в последний из последнем источнике последнюю статью но у него он не восстановился у него с головой большие проблемы сейчас а с гибсоном что мэл гибсон его обвиняли в очень крупном скандале он был женат на российской пианистке и он ее очень сильно избил выбил ей все зубы да и он такой в кадале скандале большом замешан и его с ним разорвали контракты многие киностудии в общем если вы считаете что наша я на идеально то это только вот так поверхностно а там дальше лучше не копаться лучше покопаться сейчас в очередной раз в рубрике живая среда и там же начисто уже всех нас ждет смотрим здравствуйте уважаемые телезрители сегодня в рубрике живая среда мы снова вас хотим познакомить с очень редкой породой собаки южная африка за всю историю своего существования представила одну единственную собаку которая одобрила и так сказать признала международная ассоциация кинологов радезийский риджбек мускулистая красивая грациозная мощная собака причем это по моему одна из единственных которая имеет метку на спине мы поговорим об этом чуть чуть позже а сейчас я вам представлю нашего гостя артем бочкарев здравствуйте здравствуйте дорогие друзья сегодня к нам привели вот своего питомца расскажите пожалуйста представьте своего африканца как его зовут и почему вы вот захотели взять такой эксклюзив как она у вас появилась ну по родословной у него такое особенное имя потому что заводчики они любят пофантазировать он гаурнео ну а дома он против просто ричард так сколько ему по возрасту ему 7 лет сейчас 7 лет уже взрослый состоявший мужчина уже пол жизни прожил так как вы узнали о нем вообще это довольно таки редкая собака я вот в городе практически не встречаю не встречала да это было далеком одиннадцатом году мы поехали на конкурс санкт-петербург на вокальный конкурс и там во дворе домов но двора я увидел вот там их три или четыре штуки гуляла такая толпа ричбек огромные большие собаки это виселись веселились и я как-то обратил внимание нашел в интернете и заинтересовался этой породы и буквально уже через год получается я завел себе в интернете пишут что дома ни в коем случае нельзя что ему нужно бегать другие пишут что дома он очень хорошо живет по себе по своему опыту могу сказать что дома он живет отлично спит целыми днями никого не беспокоит не трогает но зато когда выйдет на улицу тут нужно носиться да да там можно всю энергию выплеснуть свою ну давайте немножечко расскажем о истории она действительно уникальна эта история происхождение собаки это все-таки африка вот расскажите кто предки ричбека до история уникальна и не так давно это все было и случилось по сравнению с другими породами которые веками выводились существовали этой породе всего около ста лет предшественникам было в африке собака вот с гребнем на спине потом когда в колонизация английская пришла и было очень в моде охота на львов европейцы и они искали себе гончих псов чтобы охотиться на львов обратили внимание вот на эту породу она им понравилась за смелость за скорость 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 за бесстрашие вот ну ни в коем случае они на львов конечно не нападают они гончие они его загоняют или выматывают и держит до прихода охотника он у вас появился щенком правильно вы его взяли маленьким совсем до трехмесячным трехмесячным какой он был щенок как он у вас рос что он у вас там вытворял ой до двух лет этот щенок бесился только оставишь его как-то была история вышел в магазин ну буквально там на пять минут и квартира вернулся перевернул то есть он очень непослушным ну да ему видимо скучно было без хозяев без человека в доме и когда он остается один он начинает веселить себя сам вот среди характеристик я увидела что у риджбеков у них три конкретные пятерки это интеллектуалы они это у них они абсолютно кстати бесшумные собаки да то есть они не производят он лает но только в особых случаях там если предупредить меня что-то там гуляем например в лесу кто-то сзади там подкрадывается я не вижу он может гафнуть что идет сзади кто-то они очень активные то есть да расскажите вот как содержать сколько нужно гулять с ним что ему достаточно будет для того чтобы он себя чувствовал вот таким крепышом да гулять нужно много мы гуляем где-то минут 40 утром вечером и днем час полтора где-то в обществе 2-3 часа для риджбека это это серединка такая больше можно меньше не не и когда кто-то подходит и спрашивает ой что за собаку ему такую бы хотели и я большинстве случаев не советую потому что ну с ним очень сложно с ним нужно много гулять много внимания ему и поэтому очень много отказников это действительно что они очень довольно таки упрямые они хорошие интеллектуалы но они не будут вот лебезить скакать там за ну не то что он упрямый он такой дрессировки он отвлекается очень он гончие он на быстрые движения на кошек на собак на белок на сусликов он реагирует как охотник и может как бы человека проигнорировать в пару случаев да и тогда про кошек ведь они их сородичи гоняли львов как вот он кошкам относится чужим я не знаю что там у него в голове но наверное на улице для него это в первую очередь добыча любая движущийся предмет это добыча это догнать не то чтобы съесть загрызть а просто догнать и остановить и остановить летом они прекрасно переносят жару да как как они климатические ну переносит жару да но солнечный удар все равно может быть а зимой а зимой мы одеваемся ну давайте теперь все таки уделим внимание вот этому интересному интересной метки на спине это единственная собака у которой есть вот этот вот гребень да вот вообще ридж бэк это же как переводится вот само само название ридж с английского это гребень вот этот вот у пилы зазубрины вот это вот или хребет например если это гор касается ну вот именно эти зазубрины и в обратную сторону у нас это настоящий ридж бэк да у него вот на спине вот такой вот гребень находится причем я смотрела схему оказывается что там настолько все непросто там должны быть определенное строение вот этих вот шерстинок волосков да когда шерсть растет в обратную сторону вот этот гребень и чтобы он был до по размерам как эталон должен выдать чтобы он не был коротким и не был сильно длинным чтобы симметричные у короны вот эти два завитка были чтобы он или был широкий равномерно или сужался равномерно он и у щенков уже просматривается да конечно очень с рождения вы бываете на выставках участвуете ли вы вот чисто поначалу когда были помоложе мы сходили на несколько выставок получили высокие оценки но потом решили что это не для нас он там скучает он там отвлекается ему там некомфортно я вижу и мы лучше пойдем в лес погуляем в это воскресенье как он с другими сродичами собаками дружен ли а вот избирательно как-то с кем-то дружит но как бы мальчик кобель и кобели друг с другом как правило не дружат приходится разводить вот допустим с малышами просто с людьми я вот он к нам зашел очень доброжелателен то есть него нет него агрессии у него да людям нет детей тоже с детьми тоже хорошо он как бы я так заметил в жизни он человека то что боится но как бы уважает его человека да и артем ну вот по здоровью как это довольно таки крепкие собаки они не страдают какими-то вот заболеваниями у каждой породы есть какие-то свои особенности какой уход за ней ну этой породы особо заболеваний то нет ну только аллергия встречается там дисплазия суставов этого всех больших крупных тяжелых собак а так проблем нет на слава богу тут аллергии нет едим все подряд так линька запах ну да линька он конечно линяет вот темная одежда вся вот в таких иголочках ну да риджбека у меня был далматин и по сравнению с далматином речь не линяет с далматина прям сыпется белая шерсть в городе вообще есть такие собаки да в городе собаки есть да мы как бы общаемся все друг друга знаем даже если кто-то у кого-то потерялся там где-то нашли бывает такого что примерно сколько вот десятками исчисляется ну особей 5 наверное есть еще поэтому вы эксклюзивные можно сказать так ну что ж артем спасибо вам большое что вы к нам пришли здоровья вам успехов вашем творчестве чтобы все у вас было замечательно чтобы ваш питомец и ваш рада да я хочу начать традиции подарить вот вам вот такое замечательное издание книгу радозийский риджбек немецкой писательницы петра штраке очень интересно огромное спасибо будем с удовольствием читать и познавать эту породу еще больше и больше рубрика new day games начнем с вопроса ребята вы любите комиксы вы любите вселенную марвел это как никак вопрос как утверждение подзвучало вы любите нет я не люблю ваня да я иногда смотрю такие фильмы вчера смотрел росомах логан вот ну значит тебе будет чуточку проще да яна будет пользоваться своей женской интуицией хорошо итак вопрос первый с какого фильма начинается киновселенная марвел к вариантов тор капитан америка мстители железный человек я там твой вариант капитан америка так капитан капитан америка смотрим правильный ответ у нас правильные ответы будут формате видео вставочки я сделал из фильмов сейчас посмотрим первую самую первую комиссию капитан америка да самые первые комиксы были капитан америка такие фильм фильм журнал читать вопрос слушать присутствовать больше не буду тебя послушать не послушивай так же сидел дальше интуиции сколько камней бесконечности существует в фильмах marvel я на 6 6 ваня 1 2 3 4 5 5 наверно 5 смотрим правильный ответ большой взрыв и в девственный космос 7 устремились 6 первородных я не люблю смотрю какая из этих организаций стояла на стороне зла корпусного агенты щит 10 колец и отряд альфа ну давай ваня попробует слушай ну пусть вот здесь вот я не на интуиции сработает потому что я пока думаю я вообще не знаю что такое 10 колец поэтому я отвечу 10 колец окей это то что ты просишь у своего молодого человека каждый н in the book большой поклонник вселенной марвел да 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 это она немножко экзавалировано 20 как звали первый искусственный интеллект тони старка либо альтрон либо джарвис либо пятница либо даже ваня вот интересно название пятница но я отвечу что это vision это же vision хотел ответить хорошо посмотрим трон увижу наверно джарвис крути винилы джарвис а каким камнем владел доктор стрэндж либо камень души либо камень пространства либо камень времени либо камень разума камень так ваня но он точно был желтенький я даже был желтенький если желтенький до камень из почек да его же знание вытащили да его вытащили знание из его долговой ямы ну из-за его болезни ты вот камень разума камень разума посмотрим правильный ответ пространство пространство не разум разум и время это я же игры времени или разума но я разум ответил ты могла бы время сказать 1 1 2 2 так но по-прежнему 20 кого встретил на базе мстителей человек муравей в своем фильме капитан америка капитан америка думает я на ваня человек муравей он как раз таки встретил этот летает так у него крылья железные как ты думаешь ваня кто из этих героев летает либо капитан америка либо vision либо сокол либо наташа романов а кто-то наташа романов такой есть это не дописали букву а как ты думаешь кто летает ваня vision сокол капитан америка романов слышно может летать из этих я не знаю как его звали но я точно могу тебе его описать говори кого-нибудь это сокол наверное пусть будет смотрим правильный ответ с металлическими крыльями смотри я на крыше объекта кто-то из хозяев дома вот он что там у меня связано это сокол это сокол я попал как звали лучшего друга капитана америки либо баки либо стив либо ник либо роджер я вообще не знаю лучшего друга вдруг это кто но сейчас поймете ключом ответ ник стив на она говорит пакет баки баки стив посмотрим правильный ответ ну вот он приступит кушение баки я на 5 отгадала 3 1 10 кто подарил глаз тору фильме мстители последняя битва либо вижен либо грудь либо ракета ваня давай попробуем ракета ракета подарил ракета пусть будет посмотрим правильный повторяешься тоже когда если тебе судьба прикончить этого гада сделаем так чтобы ты смотрел вова что это она что похоже один придурок проиграл паре на контракте проиграл свой глаз не продал сотню кредитов а глаз это я ночью забрался к нему и гулял спасибо добрый колик в общем ракета как всегда его зовут ракета и он как-то с чувством юмора молодцы 42 и у нас финальный вопрос сразу на него дается два балла ваня может либо выровняться либо я нам по-прежнему останется лидером как потерял глаз ник в юре либо кот поцарапал либо на войне либо битва с альтроном но возможно при аварии на войне или битва с альтроном что то есть два не ты как думаешь альтрон я на войне отвечу я отвечать на войне вани при аварии при аварии посмотрим правильный ответ да уж пронесло да все в порядке по итогу у нас я на все равно победила быть она абсолютно не соображала в этих фильмах а ваня вроде как смотрел но женская интуиция она решает 42 яна победила мы за это ей даем и суперспособность прогонять всех из студии за две секунды а потом за 10 секунд возвращать чтобы мы заново переставляли мебель всегда мечтала быть вселенной марвел хотя их и не смотрю я рада что выиграла ваня ты как обычно проиграл не надо как обычно как обычно ты проигрываешь а сейчас переходим к нашей постоянной рубрике акцентология частенько мы пытаемся донести до другого человека свою мысль объясняя это очень сложно например но такая штука которая вот вот продевается туда так делает то и не можем найти объяснение просто этому слову но на свете уже придумали объяснение почти каждому слову это просто мы не знаем как она называется вот например я до сих пор не знаю как правильно называется штучка такая которая затягивает куртки внизу знаете такая вот так берешь бегунок только как он называется до сих пор не знаю и не прогуглила надо посмотреть хотя нет я гуглила мне я не могу объяснить правильно что мне надо и google не выдает ничего но вот на некоторые слова которые мы не можем объяснить я нашла определение вам нужно просто соединить эти понятия да я уверен что если ты где-то в беседе скажешь но это же глетты все таки а ну понятно пусть самообразованием люди тоже занимаются зачитаю эти слова и глет петри хор актатор кали в убл и фильтрум о это продолжение сейчас рубрики про марвел это супергерои что они могут означать русского языка урчание в животе от голода ямочка между носом и губами символ решетка на компьютере в интернете в инстаграме я думаю это хэштег да типа запах поля запах после дождя запах земли после дождя и наконечник штурка вы знаете на штуке металлический или пластиковый наконечник давайте соединим и глетт как вы думаете а я буду баллы ставить показалось эклер это и глетт и глетт и глетт но вань давай первый если это придумали русские то по этой логике можно сказать что и глетт это наверное уручание в животе глетт нет я думаю что вот хэштег решетка и глетт коротко нужно было я бы назвал как-то просто коротко этот символ вы оба не угадали это наконечник шнурка вы что какая мысль а глетта специальный металлический или пластиковый наконечник шнурка петрихор петрихор я буду все-таки придерживаться что это урчание в животе петрихор но больше петрихор петрихор вот такое ваня почему-то у тебя ваня то что-то не урчание в животе это переходит в петрихор все заворчал и петрихор ладно я буду более нестандартный как ваня я думаю что это значок решетки опять вы оба не угадали петрихор это запах земли после дождя а кто-то давай я начну чтобы тебе было ваня проще давай я думаю что акта торп это когда мы вот печатаем на клавиатуре нам нужно поставить вот этот знак мы говорим акта торп и 1 сразу решетка акта торп это урчание в животе да я думаю что я сейчас попал прям в точку ланю это так себе логика акта торп это символ решетка не снова не все же легко я один балл заработал и слова женины колеву был можно я попробую я думаю что колеву был это урчание в животе все довольно просто я в очередной раз отвечу что колеву был в был это урчание в животе есть наконец-то вы угадали колеву был это урчание в животе я зарабатываю второй балл но здесь ты сейчас не угадаешь последний право ответа мне предоставляется до фильтром это ямочка между до двое и носом я хотел сказать что это какой-то препарат медицинский фильтром женя у нас выиграл 32 ваня джей второе фиаско за день ну вы знали что фильтром вот я все время думаю говорят что прикосновение ангела говорят слышали нет типа когда ребенок маленький ангелочек тебя коснулся вы с ней у тебя такая ямочка образовалась так мамочки деткам говорят не слышали ни разу скажу сегодня . ангелочек фильтром а у нас для вас отличная информация в нашей программе стартует новый проект конкурс который называется снежная королева участие в нем могут принять девушки они будут соревноваться в приготовлении блюд красивых нарядах и даже в танцах кстати очень плохо быть почему-то для мужчин конкурсов нету снежный королев друзья следите за этим конкурсом в конце декабря мы узнаем кто станет настоящей снежной королевой этой зимы ну а сегодня 2 декабря отмечается день банковского работника поздравьте своих коллег своих знакомых с этим прекрасным профессиональным праздником а наша программа присоединяется поздравлением это была не шуточная программа новый день с вами евгений зимник ян попова иван камельков увидимся пока пока гороскоп на 2 декабря овен благоприятный день для творческой активности ваши идеи могут привести к успеху в будущем если есть кому помочь с их воплощением телец ваша нагрузка возрастает ожидается много новостей звонков визитов и различного рода просьб близнецы это время завершения ранее начатого лучшей позиции будет способность взять на себя самые трудные участки рак следите за порядком в документах с которыми имеете дело для того чем вам нравится заниматься выделите время вечером лев у вас будет уйма текущей работы но этот день принесет и достаточно много свежих позитивных впечатлений дева нужно набраться терпения чтобы использовать энергию на достойные вещи избегайте споров весы вы охотно займетесь спортом если будет подходящая компания используйте все возможности разрядить обстановку снять стресс скорпион формируются ваши материальные перспективы но все требует терпения и умения налаживать связи с самыми разными людьми стрелец выбирайте новые ориентиры ближайшие дни прозвучат интересные предложения или появятся оригинальные идеи козерог на первое место поставьте работу и уделите внимание тем делам которые создадут ощущение порядка и организованной жизни водолей день окажется продуктивным если удастся полностью окунуться в работу учебу или другую самостоятельную деятельность рыбы все движется по накатанной колее и вам ничего не надо менять лишь поддерживать направлять и следить за нюансами м 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